Всем привет! С вами Светлана и Екатерина. Мы сегодня немножко не в том освещении, к которому привыкли. Мы пишем видео при свете лампы. Я очень люблю, когда видео жёлтое, я люблю холодные оттенки. Но сейчас, к сожалению, ничего мы с этим не можем сделать, потому что писать видео можем только вечером или ночью. Или вообще не писать. Давайте же переходить к делу и посмотрим последние покупки в этом году, подарки. И распакуем всякие интересные конвертики от издательств. Тем более, они лежат у нас очень давно, и я не помню, что там. Начинаем с подарков. Начинаем. Я ещё раз выражаю свою огромную благодарность Али, которая продолжает снабжать меня книгами Терри Пратчета в оформлении Лоры Андерсон. Ребята, поздравьте меня. Я наконец-то выучила, как её зовут, что она не Сара. Правда же, да? А то сейчас я выучила, что она Лора, а она окажется на самом деле Сарой. Вот это будет смешно. Лора Эллен Андерсон. Да, это первая книжка «Маленький свободный народец», которую я, кстати, читала на русском языке. Я вообще в этом цикле прочитала три книги. При этом я консультировалась с Катей, когда читала. Ну, гугла же, понимаете, под рукой нет. Я у неё спрашивала, в какой очерёдности надо читать книги. Она мне сказала, что первая книга – это значит вот это, а вторая книга – «Господин Зима». Так вот, «Господин Зима», Катя. Это третья книга. Я её прочитала второй, и всё время, когда читала, думала о том, что что-то не так. Мне кажется, что-то не то. Нет, это говорит о том, что, Света, пользуйся, пожалуйста, гуглом. И узнавай всё сама. Не доверяй Кате. Не доверяй никому. Особенно в таком вопросе, как «какая книга, за какой следует». Свет, вот они у меня лежат в правильной последовательности. Надо было подойти и посмотреть. Я знаю, Катя, но ты понимаешь, это надо было совершить. Где было за плечи? Всегда же легче просто спросить и получить неправильный ответ. Ещё одна книга – это «Пастушья корона». Я в невероятном восторге, теперь у меня уже три книжечки. Я когда смотрю на иллюстрации Лоры Андерсон, у меня радуется душа. Во мне просыпается ребёнок, и мне кажется, что где-то кусочек волшебства, несмотря на вот эти вот все проблемы и безумные последние недели 2018-го, что волшебство где-то есть, и вот оно вот тут, в руках Али оказалось. Следующий подарок вы могли видеть в сторис. Да и Терри Пратчета вы могли видеть в сторис, или у меня, или у Светы. Мы делали распаковку прямо у Светы на работе, потому что такова жизнь. Да, потому что Света последний месяц прямо там живёт. Причём это не моя работа, это работа моей мамы. Но так как она в больнице, я сейчас выполняю её обязанности. Я просто уже жду не дождусь, когда, 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 когда мама сама выйдет на эту работу. Нам пришла посылка от Влады, от нашей, наверное, уже, можно сказать, постоянной зрительницы. И я тогда... Мало того, что от постоянной зрительницы, я ещё помню, что Влада присутствует практически, да, наверное, не практически, а на всех трансляциях, которые Катя в последнее время у себя в Инстаграме проводит слишком часто. Ну, раз в неделю. Начну я или ты? Давай ты. Я начну. Во-первых, ну, она просто у меня лежала, вот эта стопочка открыток, среди книг, и я решила вам её тоже показать. Это набор открыток, картин Михаила Врубеля. Ещё одно пополнение в мою коллекцию за иллюминатором, это Тим Лотт «Штормовое предупреждение». Вообще, эта коллекция разрослась так, что я сейчас не могу найти ей красивого места. Меня это очень беспокоит, но я каждый раз радуюсь, когда их получаю. Тима Лотта, я, кажется, ещё не читала, но в серии за иллюминатором у него выходило очень много книжек, как бы не около пяти. Книжка, которую Влада не успела упаковать, я её заприметила в коробке сразу же, и мне кажется, я тогда потеряла дар речи, и это даже не преувеличение, потому что этой книги нет в моём Вишвисте, я не знала о её существовании. В общем, что я говорю, это Туус Лотрека и его мир. Здесь очень много иллюстраций, здесь есть даже его фотографии, хотя Туус Лотрек не из тех художников, на которых интересно смотреть, как бы это ужасно не звучало. И, насколько я поняла, книга на четырёх языках. Не знаю, она совершенно потрясающая, и вы даже не представляете, как это приятно, когда люди не просто там могут сказать, что Катя любит то-то и то-то, они даже помнят твоих любимых художников. Ты думаешь, вот как бы, ну я не знаю, с одной стороны это приятно, а с другой стороны ты думаешь, ну вот зачем вам это знать? Зачем вам лишняя информация? Да, ну в общем, я совершенно счастлива, а ещё я счастлива от того, что здесь очень много плакатов, которые Туус Лотрек рисовал, и мне очень нравятся его плакаты, наверное, гораздо больше его картин. Давайте я теперь похвастаюсь. У меня от Влады две книжки по пополнению моей коллекции, Иллюминатор, это Тимоти Финдли, Лож, и это Эдгар Докторо, Рэгтайм. У этого автора я читала какую-то книжку, вот я сейчас просто не могу сказать какую, потому что я не помню. Ну просто читала. Да. Билли Батгейт цвет читала. Как хорошо, Катя, что ты умеешь заглядывать в аллантацию. Вот этим книжкам я очень сильно рада, потому что в этом году с подачей Кати я познакомилась с Ричардом Ейцем, я брала в библиотеке, у него пасхальный парад, мне очень понравился роман. Я писала читательский дневник, господи, я не помню только на что я его писала, но в момент, когда я читала ту книжку, на какой-то период времени я её отложила, потому что мне в руки поспал пасхальный парад, и мне надо было срочно его прочитать. Я проглотила роман за один день, я его начала утром и закончила, когда ехала как раз-таки с работы. Я киваю, потому что я согласна, что до яиц именно такой. Ещё один роман – это «Влюблённые лжицы», вот он, я когда брала пасхальный парад, я брала ещё и вот этот роман, но не успела его тогда прочитать, теперь у меня есть такая возможность. И ещё один роман – это «Холодная гавань». Вообще, Катя, сейчас, ты взяла, по-моему, сейчас как раз читать яйца, да, какую-то книжку? Да, сегодня же причём. Да, я её очень сильно останавливаю, когда она пытается поделиться со мной своими впечатлениями об этом романе. Я говорю, Катя, так, стоп, я это всё прочитаю сама. Владим, огромное спасибо, а особенно огромное спасибо за вкусные чипсы. В которые мы съели в тот же вечер, когда смотрели «Один дома». Пирожные или печеньки, не знаю, как это назвать, с зелёным чаем, потому что выпечка с зелёным чаем, шоколад с зелёным чаем – это любовь. Я же заценила эти печеньки. Он одну пытался потом отнять. Не вышло. Так, ну теперь давайте перейдём к покупкам, которых у меня немного. У меня всего лишь, я вот вижу… У меня пять книг. У меня побольше, как всегда. И я начну с художки, потому что у меня лишь одна книга художественная. И это пополнение в коллекцию всё того же Дерри Пратчета. «Интересные времена и мелкие боги». Я не знаю, правильно ли я делаю, что я собираю вот эту линейку, ну, линейку повествования про плоский мир о волшебниках и о страже, потому что ни то и ни другое я особо не люблю. И я, вот как Света мне говорит, как можно в саде о копье кого не помнить? Рейслина. Рейслина. Точно так же я не могу понять, почему все любят Ринсенда, которого я не помню. Я тоже, я небольшая поклонница именно стражей и волшебников, но когда я начала перечитывать стражу во второй раз, мне понравилось гораздо больше. То есть там столько фирменного юмора Дерри Пратчета, что, возможно, ты взглянешь под новым углом и на стражу, и на Ринсенда. Так вот, моя единственная художественная покупка. А теперь давайте посмотрим на Светиный завал. Давайте посмотрим. И начну я с книги Филиппа Грегори «Земля надежды». По-моему, это вторая часть, вернее. Какой-то дилогии. Да, точно, это вторая часть дилогии. Вообще, Филиппу Грегори я уже, наверное, собираю не для себя, а для своей бабушки. Потому что удивительное дело, я периодически из своей библиотеки очень выборочно, конечно, даю бабушке книжки. Удивительное дело, но она подсела на романы Филиппа Грегори. Она вообще не любит вот это вот любовное, особенно где есть описание постельных сцен. А они тут имеются, может, не такие подробные, масштабные, как в некоторых эротических любовных романах, но они тут все-таки есть. Вот она все удивляется про Генриха VIII, что вот тут он же каждую женушку-то свою загубил. Каждую женушку. В общем, просят у меня, кроме того, что я ей там покупаю каких-нибудь вот что-то типа Шукшина, да, там про Советский Союз, про деревню, вот что-то такое. Она еще просит мне, чтобы я обязательно ей одну книжечку Филиппа Грегори приносила. Вот она уже прочитала гораздо больше, чем я. Я только две прочитала, а бабушке уже четыре. Поэтому я уже покупаю эти книги для нее. Мы недавно с Катей по многочисленным просьбам открыли в Телеграме чатик, где можно общаться. Да, там общаются в основном без нашего участия, но общение там очень такое активное. И вот как-то речь в этом чатике зашла о Йене Макьюине, и я там спрашивала, есть ли смысл читать «Цементный сад», если не зашли, очень сильно не зашли, ни «Амстердам», ни еще одна какая-то его книга, я не помню, что я у него читала, мне сказали, что есть. Вообще я очень хорошо знаю содержание «Цементного сада», я знаю все спойлеры, я знаю развязку, но этот роман меня всегда привлекал, мне хотелось прочитать его самой. Поэтому я понадеялась, что вот эти вот отзывы о том, что написано это совершенно иначе, нежели «Амстердам», правдивы, я взяла себе «Цементный сад», и заодно я себе купила его последний роман «Скорлупе», который тоже, я тоже знаю очень хорошо его содержание заранее, но мне хочется с ними познакомиться. В общем, я решила, что если «Цементный сад» и «Скорлупе» мне точно так же не зайдут, как предыдущие два романа, то Макьюина я отложу в сторону уже навсегда. И еще один роман в Покете, если вы помните, у нас было тут недавно видео про книги, которые мы не читали, и Катя говорила о Фиджеральде и великом Гэтспе. Мы тогда обсуждали, что мы прекрасно понимаем, что этот роман понравится и Кате, и мне, но почему-то мы все время обходим его стороной. Я решила исправить эту несправедливость и любила себя, да. Все-таки великого Гэтспе, ура, наконец-то мое знакомство с этим романом состоится. Причем на 99% я уверена в том, что мне этот роман очень сильно понравится. Я хотела сказать лишь одно, мне ужасно нравится вот это оформление, это очень классные Покеты, прям вообще. Да, надеюсь, что они не будут разваливаться. Они не будут. А еще у них есть такой вот удобный клапан, поэтому можно закладку не носить с собой. Я все равно, я не могу пользоваться этими клапанами, мне неудобно. Даже вот суперобложки, когда, знаете, многие суперобложку берут и как бы используют в качестве закладки. У меня, честно говоря, вот опять-таки, видишь, уже как все косо. У меня начинает типать, я не могу ни клапаны, ни закладки, ни суперобложки, вернее, использовать в качестве закладки. Дальше идем по художке, да. Хорошо, роман, который я читаю сейчас, от которого я просто в безумном восторге, который мне очень сильно нравится. И я думаю, что этот роман, он окажется одним из лучших, который я читала в этом году. Это Ричард Руссо, Empire Falls. Я уже посмотрела, что романов больше, вот кроме этого, на русском языке, романов Руссо не переведено. Что меня очень сильно опечалило, потому что этот автор не просто попал в мое настроение, там, в атмосферу, которая меня сейчас окружает, да. Он попал прям мне в сердце. Вот буквально сразу с первого предложения я поняла, что это любовь, причем очень сильная, и эта любовь будет длиться до последней строчки. Я очень не хочу, чтобы эта книга заканчивалась. Я сейчас больше половины прочитала, а от этого мне очень горько. Я периодически роман откладываю только для того, чтобы еще продлить наше с ним вот это совместное пребывание на несколько дней, на несколько часов. Но я понимаю, что он закончится. Да, мне вот этот роман, он настолько мне нравится, что я думаю, как бы пересилить себя, и ровно после того, как я закрою последнюю страницу, как бы мне не открыть этот роман еще раз. То настроение, та ситуация, которая в моей жизни, и вот этот роман для меня является антидепрессантом. Когда я его открываю, я проваливаюсь в повествование, и все мои проблемы куда-то уходят, потому что ко мне приходят проблемы вот этих людей. В общем, очень мне нравится Empire Falls. Прям я в диком восторге. Я никак не подозревала, что вот такое чувство у меня возникнет к этому роману. Я чуть-чуть Свету разбавлю, а то... Давай. Ой, мне кажется, вы потом будете ругаться, Света постоянно говорит, Катя молчит, но она, ну как обычно, очень большой такой толмудик. Знаете, прости, перебью тебя, недавно Катя, вот на трансляции, кстати, у нее зашла об этом речь. Она говорила о том, что вот, мне сейчас так жалко Свету, мне бы хотелось монтировать видео, чтобы она меня научила. Я ни за что в жизни не доверю монтаж видео Екатерине Евгеньевне, потому что все видео, которые вы будете видеть, во-первых, это будет 3 минуты, а во-вторых, она оставит говорильную только мою. Она себя вырежет полностью, почистую. Она даже, вот всем привет, с вами Светлана и Екатерина, она даже Екатерина обрежет. Ну, неправда, неправда. Ну, очень сильно ты будешь резать свою речь, я это знаю, поэтому нет, видео, как бы мне, как бы я не была занята, но видео буду монтировать только я. Все, хорошо, хорошо. Так вот, книжечка Тарантино, его биография, которую я еще не читала, но я пролистала, потому что смотрела фотографии. Кстати, мне очень понравилось, что книжка заканчивается тем, Тарантино всем напомнил еще раз, вернее не Тарантино, а Том Шон, что он собирается снять всего лишь 10 фильмов. Мне очень интересно, сдержится ли он, сдержит ли он это слово и будет ли он после 60 еще и снимать, потому что я думаю, как раз вот 9, ну, 10 фильм, он где-то как раз появится либо ближе к его 60 годам, либо вот чуть за 60. Когда я листала книжечку, да, я все, я каждый раз думаю, вспоминаю какие-то моменты в фильмах, я думаю про то, какой у меня из них все-таки самый любимый вид. Ну, вот как обычно, да, бывает вот именно с режиссером, как бы это смешно ни звучало, но Тарантино тот режиссер из современных нам, который начинал приблизительно и в это же время я начинала его смотреть. Да, я сейчас понимаю, что, наверное, в 10-12 лет смотреть «Криминальное чтиво» это не лучший фильм для детей, как от заката до рассвета потом, но тем не менее, вот Тарантино где-то с этого возраста вместе со мной. Следующая книжка Теодора Госс «Странная история дочери-алхимика», серия «Очень странный детектив», про которую я неоднократно уже вспоминала. А ты хочешь вот эту книгу на праздниках почитать? Эту книжку и безмолвные компаньоны как раз прочитать на новогодних каникулах. Я хотела вас попросить, вот прям при всех, если это будут интересные детективы, то ты их дашь не почитать. Мне просто хочется чего-то уютного, но с убийствами. Позитивный человек, который перед Новым годом читает про смерть покойников, психиатрические лечебницы и так далее. В этом детективе у нас главная героиня организует какой-то дамский клуб. Кого что успокаивает. И они будут расследовать преступления на алхимической почве, я так понимаю. Это как клуб любительниц грязных книг, так как детективы. Клуб любительниц грязных преступлений. И здесь главной героиней, которую, кстати, зовут мисс Джекел, будут помогать Шерлок Холмс и доктор Ватсон. О, как мило. Меня этот момент очень сильно смущает, потому что, да, сразу идет ассоциация с фанфиком и с вольной интерпретацией. Но посмотрим, это же можно было написать очень талантливо или хотя бы забавно, очень увлекательно, очень интересно. Если это забавно, тоже надо иметь талант писать. Я с тобой полностью согласна. Следующая книга у нас Пол Остер. 4, 3, 2, 1. Гениальная шутка от Екатерины Евгеньевны. Я не являюсь прям горячей поклонницей Остера, но периодически на его работу внимание обращаю. А еще надолго думала покупать ей книжку или нет, я и не сомневалась. А вздумывала я долго, но тоже, наверное, предвидела окончательный результат, что я ее все-таки куплю, потому что меня подкупает объем книги. Я люблю объемные произведения, и когда вижу объемные, мне кажется, что тут автор должен был проработать и персонажей, и героев, и персонажей, и героев. Да, масло масляное, и свой мир, и окружающую атмосферу, в общем, все, что можно было, он должен был проработать. Но вообще, как бы в том, что Пол Остер умеет писать, выписывать своих персонажей, я нисколько не сомневаюсь. Но я не читала аннотацию к этому роману, я не знаю, о чем он, и я не буду ее читать. Об этом романе говорят очень много, как и за рубежом, да, когда он только вышел. И у нас о нем уже очень много говорят. В общем, я хочу как-то отстраниться от этой говорильни и прочитать его, скажем так, с чистого листа. Закончим мы сейчас уже художественную литературу. Быстрее, быстрее. Про эту книгу я неоднократно говорила. Фрэнсис Хардинг, девочка с медвежьим сердцем, я и в новинках про нее говорила. И когда рассказывала про Фрэнсис Хардинг, в общем, я ее вспоминала уже на канале миллион раз. Надеюсь, что она мне понравится. И еще одна книжка, это Николас Имс, Короли Жути. Я ее уже прочитала, в невероятном восторге осталось. Это то самое динамичное, героическое, темное фэнтези. Хотя темное, конечно, можно сказать, с огромнейшей натяжкой, потому что темного здесь мало. Но вот хорошего юмора здесь много, героического тоже много. И очень интересные персонажи. И вообще, если говорить о фэнтези в этом году, то вот эта книга занимает лидирующие позиции. Неожиданно. Потому что, опять-таки, я ее купила от Балды. Я увидела, что вышла новинка. Имя автора мне не знакомо. Этот роман, его дебют. Я думаю, ну почему бы и нет. Потому что здесь где-то было написано, что это типа темная фэнтези. Но нет, ребят, не темная фэнтези. Ну, как бы для красного... Короче, героическое с элементами темного. Это героическое фэнтези с элементами... Вот как это правильно обозвать? Вот если говорить о том, как здесь собирается команда, если вы играли в ролевые игры, в РПГ, когда у вас есть там воин, да, есть у вас маг, есть лучник, то вот, это то самое фэнтези. То есть здесь вот все вот по этому канону. Ну давайте я еще раз разбавлю свету одной книжкой. А то я же чувствую, у меня же горло болит, отговорили начинает. 99 глупых вопросов об искусстве. Я ее еще не успела прочитать. Но я ее успела пролистать, и это совершенно нечто невероятное. Наверное, если я успею, я ее до конца года возьму прочитать. Ну вот, например, как это выглядит. Вот вопрос номер 53. Почему во Франции художественные стили называют именами королей? Молодой человек с мушкетерской бородкой. То есть тут пишут, кто это спросил. Или 71 вопрос. Что это была за выставка, которая так не понравилась Хрущеву? Дама средних лет с Томиком Улицкой. 34. Неужели адекватная женщина может согласиться, чтобы ее нарисовали такой уродкой? Обратите внимание. Между прочим, это картина Андрея Матисса. Спрашивает эта возмущенная красотка, похожая на Барби. Я не могу менять эти вопросы. Причем на некоторые я знаю ответы. В общем, здесь именно вот те вопросы, которые действительно у многих людей возникают. В том числе и у меня. Давайте дальше. Я показываю. Бергман. Я же говорила про то, что я приобрела себе несколько книжечек. Я буду у нее дочерь воровать. Это книга из библиотеки и журнала «Иностранная литература». «Осенняя соната». Здесь у нас киноспектакли, как-то киноповести, наверное, так можно назвать. Да, вот киноповести и эссе самого Бергмана. И еще одна книга. Еще здесь муточка, где он не молод. И знаете, подождите, дайте я скажу. Самое, наверное, грустное, то, что книжка вышла в 88-м году. И вот этот написанным Бергман родился в 18-м году, там он на тот момент был живым. И еще одна книга, это «Ингмар Бергман. Жизнь, любовь и измены», где рассказывается о Бергмане через призму его отношений с женщинами. А у Бергмана были весьма впечатляющие отношения с женщинами. Меня вообще поражает, как при таком объеме работы, который он проворачивал, он еще успевал жениться, искать любовниц, искать любовниц от любовниц. И вот мне... Еще у него 9 детей. Да, выкладывала в Инстаграме, когда в сторис, вот эту книжечку. Мне Виктория написала о том, что была разочарована этой книгой, потому что автор не поднялся выше уровня ширинки Бергмана. Но вообще эту книгу я отложу на потом, потому что сначала я хочу прочитать самого Бергмана, его рабочие тетради. И я хочу прочитать его биографию, которую сейчас перевели, по-моему, как шепоты и крики моей жизни. Она ко мне идет. Еще книжечка из нонфикшена. Вообще я ее сейчас читаю. И у меня очень двоякое отношение к этой книге. Я пока не поняла, как мне к этому относиться. Ну, во-первых, да, это 100 величайших хулиганок в истории. Меня заинтересовала эта книга тем, что здесь рассказывается о 100 женщинах, которые в разное время и до нашей эры, и в прошлом веке, вели себя не так, как было принято в данный момент вести себя женщинам. Меня это очень сильно заинтересовало. Я прям уверена, что там есть про Марии Антону эту. Я посмотрела, да, что здесь есть такие женщины, про которых я вообще никогда не слышала, кто такие. Меня очень сильно смущает язык, которым эта книга написана. Потому что она явно рассчитана на возраст 13-14 лет. Здесь очень много вот этого вот молодежного сленга. Здесь очень такая молодежная подача. Но дело в том, что в нашем случае, да, в нашей стране эта книга имеет рейтинг 18+. И вот для людей, которые уже 18+, этот язык очень сильно несерьезен. Понимаете, мне в некоторых моментах нравится юмор, с которым пишет автор. А в некоторых я считаю его неуместным. То есть есть определенные ситуации, про которые она рассказывает, где вот этот вот какой-то тухленький юморок, я так вот скажу, даже не пошленький никакой-то, а именно тухленький. Не знаю пока. Но думаю, вот дочитаю когда, я попытаюсь разобраться в себе. Я все-таки не так далеко ушла. Здесь у меня 49-я страница. И, кстати, там будет про японскую женщину. Женщина-воин 12 века. Я когда была на нонфикшене, как-то пропустила момент выхода этой книги. Потом увидела ее у Маши. Правда, не Маша, я ее покупала. Прочитала аннотацию, заинтересовалась. Подумала, ну как я могла пропустить? Мне должно быть стыдно. Это первая биография Венедикта Ерофеева «Посторонний». И что мне понравилось, с одной стороны будет рассказываться о жизни Венедикта Ерофеева, и параллельно с этим будет рассказываться жизнь Венечки. То есть того литературного альтер-эго, который создал Венедикт Ерофеев. Вообще, у меня с Ерофеевым отношения довольно-таки, наверное, скажем так, давнишние. Потому что, когда я училась в 10-11 классе, я ходила на подготовительные курсы на свой факультет. И у нас была совершенно потрясающая женщина, которая совсем чуть-чуть вела у меня в итоге в институте где-то на пятом курсе. Я уже не помню, какой предмет. Мне кажется, какой-то маленький кусок по зарубежке она вела. И она почти каждую лекцию вспоминала Венечку Ерофеева. Она его очень любила. После тех слов, которые были посвящены ему, я не могла обойти его стороной. Я «Моску Петовшки» прочитала гораздо раньше того, чем мы его проходили уже в институте. Мне она понравилась. Особенно мне нравится, как ее порой интерпретируют, что это и история России с древних времен до 20 века. Ну, в общем, всячески есть примеры. Но Венечка Ерофеев – это фигура довольно-таки уникальная в истории русской литературы. И вот название «Постороннее», я думаю, и так понятно, о чем будет. О том, что он всегда считал себя несколько чужим на этом празднике жизни. Хорошо, тогда у меня еще одна книжечка. Здесь прямо написано, что это лучшая книга о книгах. Любимое слово от Набокова – «Лиловой». Это о книгах со стороны статистики. Автор здесь отвечает, приводит статистику на весьма разнообразные вопросы. Например, здесь есть табличка, в которой указан процент использования местоимений «он» и «она» в классической литературе. И если мы посмотрим на эту табличку, то увидим, что «он» и «она» чаще всего использовался в романе Антони Байт «Обладать». Мы с Катей вообще эту книжечку уже просматривали, и некоторые факты… Здесь устроена американская литература, конечно, и чуть-чуть там европейская. Определенные моменты нас очень сильно и веселили, и занимали. Я вот думаю, что тут вам еще найти. Очень интересная таблица – это где указан автор, его количество романов и любимые слова, которые этот автор чаще всего использует. Ну и запасные. Например, возьмем Агату Кристи. У нее 66 романов, и чаще всего она пользуется словами «следствие», «алиби» и «страшный». Или, например, кого бы тут вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот… Джордж Мартин. Мне кажется, будет предсказуемо, какие слова чаще всего использует Мартин. Восемь романов. Чаще всего «драконы», «плащи», «безупречный». Вот мне нравится Уильям Фолкнер. Девятнадцать романов. Чаще всего используют слова «вопли», «осознал», «неподвижный». Я думаю, это будет интересное чтение. Взять литературу, которую в основном мы воспринимаем эмоционально, и разложить ее вот с холодной расчетливостью на статистику с математической точки зрения. А вот тут случилось самое страшное. Я до сих пор из-за своей, блин, безумной занятости, безумной какой-то, безумных, наверное, последних двух недельах, не распаковала, не сняла с комикса пленку. Наконец-то я купила себе вторую часть «Эхо», вернее, даже не вторую, здесь получается третья и четвертая «Голливудский бульвар» и «Барселона». Очень мне нравится этот комикс, очень он красивый, очень красочный. Я так давно не покупала комиксы. Вот как всегда, котик пристает, а вы видите только... А вы не видите котика, который пристает. Ну что, ребята, начинаем самое интересное. Распаковка книг от издателей. Главное, котиками. Распакуй! Так, ребята, мы впервые сотрудничаем с издательством «Бамбора», хотя «Бамборы» вы видели приличные в покупках. Именно их посылку однажды наша чудесная почта России вернула им. И вот теперь мы с ними будем сотрудничать через ДЭП. Это мне. В смысле это тебе? А, я не с вами, я не Евгения мне. Вот. А есть ли там что-то мне, начинаю подозревать я? Я увидела почти все названия, но я хотела сказать, это книги, которые мы договаривали, что «Бамборы» нам вышли, то еще в конце октября. Я-то теперь вспомнила, что там, а вот Света не помнит. И вот первая книга – это «Свете». Ух ты, да, точно. «Архитектурная Москва. Путеводитель по зданиям и стилям». Отобряю. Я думаю, что многие знают, многие помнят, что мы с Катой очень любим Москву. Я в невероятном восхищении от того, как она сейчас выглядит. Да, я не говорю о каком-то там. Если вы живете в Москве недовольны, приезжайте в любой город. Приезжайте в Ростов и посмотрим, что вы на это скажете. Центр в Москве очень красивый, мне очень нравится. Здание, я всегда хожу в каком-то немом восхищении, раскрыв рот. Мы с Катей очень любим гулять. И я, когда увидела вот эту книжку, я сказала, Кать, ну давай же не будем с тобой простофилями, да, назовем себя мягко простофилями. Возьмем, прочитаем книжечку и, наконец-то, будем с тобой знать подробно. И мы, о каких зданиях мы гуляем, к каким архитектурным стилям мы относимся. Чтобы мы могли с тобой встать... Мы относимся. Ой, да, эти здания относятся. Чтобы мы могли с тобой встать красиво возле здания и интеллектуально обсудить его архитектурный стиль. В общем, с удовольствием буду читать. Так, опа, моя следующая книжка. Сейчас я ее вскрою сразу же. Ох, ох уж эти книжки по искусству. «Онерзительное искусство, юмор и хоррор в шедеврах живописи». Надеюсь, это будет как минимум забавно. Я вообще не знаю, как пишет Софья Богдасарова. И я не знаю даже содержания. Мне понравилось название. Мне кажется, что просто очень такая интересная и специфическая тема. Потому что вы омерзительного искусства очень много. Я как бы понимаю, что человек, если искусствовед, она по-любому знает, о чем пишет. Вот здесь такие главы. Всего шесть глав. Тут совершенно волшебное название. «Мужчины-трансвеститы», «Где-то убийцы-людоеды». «Женская месть за измену», «Плохие няни», «Зоофилия и фетишизм», «Мужи-убийцы». Я как бы даже подозреваю, какие где есть картины. Но вообще вот в основном она идет именно по мифологическим темам в искусстве. И в пакете осталась еще одна книжка. Ты не хлопай. Нет, нет, ладно. «Решила я дать шанс современной поэзии». «Белые стихи покорившие...» Ух ты, какая у нее обложечка. «Белые стихи покорившие мир» Рупи Кау. «Продала 2 миллиона экземпляр». «Бестселлер Нью-Йорк Таймс» приведена на 30 языков. И сколько-то там отзывов на Амазоне. Батюшки, какая она красавица. Посмотри. Да. Я не читала ее стихов. Но, не знаю, вот меня заинтересовало. И да, я честно скажу, мне понравилось оформление. Не понравится и не понравится. Зато она красивая. Красивая поэтесса – это всегда приятно. Ой, ребятки, здесь очень что-то тяжелое. Что это у нас? Это два склеенных пакета от издательства «Мифы». Там должно быть точно что-то для меня. Как будто вот… Вы видели, сколько она покупает? Катя, я не могу по-другому. Так, слушай. О, боже. Вот это да! Вот это разметик! Вот это да, ребята! А он что, 18 плюс? Я не знаю. Я не вижу отметки 18 плюс. Но я думаю, что такую книгу в принципе надо только так и держать. Графический роман по роману Жюль Верна «Дети капитана Гранта». Он просто обалденный. Ого! Но самое главное в этом романе, что все герои – тигр, все персонажи – они же животные, ребятки! С огромным удовольствием буду читать. Ох, уж он и красивый, а! Невероятная вещь! Если тут есть поклонники Жюля Верна, обратите внимание. Все спокойно, Света. Все, я не могу, я должна показать эту последнюю книгу. Это тигр. Еще один комикс «Быть интровертом. История тихой девочки в шумном мире». Я не могу просто. До последнего думала брать мне эту книжку. Вернее, этот комикс или нет, по одной причине. Я прекрасно понимала, что этот комикс будет сейчас у всех. Все же люди, которые читают, они все очень милые интроверты, которые любят чай, ведут милые бложики и все такое прочее. Я ужасно не люблю все эти стереотипы. Но я посмотрела парочку разворотов, это довольно-таки забавно. Хотя, мне кажется, вот из этих вот всех комиксов, да, я очень люблю комиксы Сары Андерсон. Про вот эту вот девочку и про ее зайчика периодически, и какую-то еще кое-какую еще часть тела. И я постоянно в интернете, каждый день читаю вот эти комиксы про Нейми. Нейми вообще моя любимица, наверное, в этом. Ну, ладно. Ну, в общем, я полистала и решила дать шанс этой истории. Хотя, вот я не знаю. Понимаете, я не могу себя назвать. Вот Света, мне кажется, она вообще не интроверт. Хотя нет, Света интроверт, но очень открытый. Я не могу себя как-то определить и отнести к какому-то одному виду. Мне кажется, что в нас очень много граней говорить, что вот это интроверт. И все, и как бы деваться некуда, ты интроверт и не шевелись отсюда. Мне кажется, что в разных ситуациях мы проявляем себя по-разному. Ух ты! Ничего себе. Ребята, про эту книгу я забыла. Прятая размерка. Хотя у меня тут еще большая. Я тут ее не выпускала. А у меня карантина еще большая. Кронология искусства. Как история влияет на культуру с начала времен до наших дней. Пушечки, она прекрасна. Она большая. Я помню, ты, по-моему, в новинках про нее рассказывала. Да, она красивая. Я буквально на этой неделе прочитала «Плавное в истории искусства», тоже от издательства «Миф». Мне книжка понравилась. Я готовлю сейчас подборку по искусству. Думаю, что она выйдет у меня уже где-то там в середине января. У меня сейчас как раз желание читать книжки. Я вот сейчас читаю Питера Гея «Модернизм». Я не могу. Я в восторге от этой книги. Наверное, как Света в восторге от Ричарда Руссо. И вот еще одно пополнение. Это уже третья книга по искусству в этом видео. Что там осталось после этой выполненной книжки? Что опять тебе? И она снова в пленочке. Это комикс про Фриду Каллов. «Маленькие истории о великих людях». Фриду Каллов. Я радуюсь за тебя, Катя. В душе я хохочу. Посмотрите на эту милоту. Это маленькая Фриду Каллов с маленькой обезьянкой. Я тоже думала, брать ли этот комикс, потому что я не очень люблю вот такие вещи. Но когда я посмотрела отрывки, не знаю, мне очень понравилось. Мне очень понравилось, как это выглядит. Ну что, ребята, у нас остались две коробки от Азбуки. Это не преувеличение. Я думаю, те, кто из вас смотрит многих блогеров или читает их в Инстаграме, все видели, когда Азбука сделала вот эту подарочную рассылку с... «Семь смертей Эвелины Хардкас». «Да, нам в этот же день, когда там девочкам из Москвы пришли эти книжки, Маша же распечатывала, нам в этот же день пришли посылки, но мы же ради видео и распаковки на камеру...» «Ах, мы же их не трогали». «Мы не трогали, мы знаем их содержание. Да, коробки будет две и вот она, эта красота, Света дарю». «А, спасибо, Катя, я не ожидала, что ты подаришь». «А это я дарю котам, подождите». «Ой, давай, 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 давай». «Ой, так, и пока Света распечатывает, я взяла вторую коробочку, она гораздо более тяжелая». Потому что там не только эта коробочка, там ещё книжечки. Мне очень нравится, как Азбука делает свои коробки. Я открыла, что я же вижу. Первым это карта. Насколько я знаю, эта карта есть на Форзенсе, да? В книге. Но я думаю, что я на этой карте буду отдельно отмечать передвижения героев или ещё какие-нибудь всякие разные интересные штуки. Но ты хотела эту книжку ещё... Я заинтересовалась этой книгой, когда видела анонс ещё там. Я ещё не знала, что будет перевод на русский язык. Но очень многие про неё писали, говорили, что она классная, загадочная, мистическая и так далее. И я тогда её захотела. Потом увидела как раз-таки на сайте Азбуке. Мне кажется, я всё видео буду просто пытаться развязать. Потом я увидела на сайте Азбуке анонс. И, естественно, я сразу же поняла, что я хочу прочитать и виду Хардкасса. Я знаю, кому это достанется. Так, здесь у нас приглашение на бал Маскарад. О, я с приглашения начну. В имение семейства Хардкасса. Ой. Но что мне нравится особо, это вот эти песочные часы. Ты же давай. Я просто видела их тоже в распаковках и многих. Хотела рассказать про свою глупость. Скорее всего, из-за названия я была уверена, что автор – женщина. Вот чуть ли не Эвелина Хардкасса. Мне казалось, это фабрика. Что-то она сама написала. Мэр «Семь смертей» Эвелина Хардкасса. В названии «Семь смертей» автор Эвелина Хардкасса. Ну, гений же, сама придумала, сама. Я не могу. Я обожаю песочные часы. Всё, простите. Простите. Света, это тебе. Это Ронни, дочь разбойника. Вот понимаете, когда менеджер делает вот такое, да, вот огромное спасибо Дарине, Света, оставь её себе. Видимо, Дарина посмотрела моё видео, где я жаловалась, что почему же я Ронни не попросила ещё и себе. Теперь у меня тоже есть такая книжка. Ну вот, ты не обделена. Огромное спасибо. Это тоже маленькое новогоднее чудо. Так, ой, ой, это мне. Мёртвые души Гоголя. Вечера на хуторе пришли в заказе «Читай города». Я вообще, я завтра, наверное, заставлю Свету, чтобы она побежала. Потому что я очень хочу перечитать на Новый год «Вечера на хуторе Близди Каньки». Мёртвые души я посчитаю более мрачное настроение, да, потому что сейчас у них ещё недостаточно мрачное. Ещё есть какие-то просветы. Да, луч света в тёмном царстве. Я прям положила глаз на то, как азбука переиздаёт Гоголя. Мне очень шикарно. Слушайте, здесь же ещё иллюстрации. По-моему, это класси... Да. Иллюстрации к мёртвым душам Алексея Михайловича Лаптева. Вот совершенно потрясающие иллюстрации. Я в восторге. Ну и здесь есть лица... Дай полапать. Да, конечно. Света тоже любит Гоголя. Я думаю, вы уже про это все знаете. Я вижу книжку, которую очень хотела Света. И когда на нон-фикшн её представляли, она говорила... Я кричала, да, да, мне это надо. Это говорит Альберт Эйнштейн. Тоже этой книгой я заинтересовалась гораздо раньше, чем увидела анонс на русском языке. Здесь у нас один из героев Альберт Эйнштейн. Человек, которого я очень уважаю. И наконец-то тут вот... Хорошо, вернее, не наконец-то. Хорошо, что здесь есть фотография без его высунутого языка. Я думаю, это будет очень интересное чтение. Мне кажется, что это должно быть похоже на романы Майкла Шейбана. Я не знаю, почему. Вот именно когда я смотрела отзывы на эту книгу, я думала про то, что... На английском, да? Вот бы неплохо было бы, если бы её издали. Потому что что-то мне это так напоминает Шейбана. Не знаю. Ух ты, слушайте. Так здесь же ещё и как бы... Это же не просто так. Здесь есть иллюстрации внутри. Мне интересно, они несут, наверное, же... Да, этот роман не просто так написан. В общем, это очень интересно. Думаю, это будет одна из первых книг, которые я прочитаю в 2019-м. Ну что, это, конечно, мы будем читать обе, но вообще это стоит у Светы на полках. Ура, это Доната Каризи и его «Женщина с бумажными цветами». Мне пока вот все... Мне больше всего у Доната Каризи нравится вот эта серия про Маркуса и Сандру. Да, мне пока все романы, которые я у него читала, пока понравились все. Обратите внимание, Света, это тебе. Да, это мне. Это Вик Джеймс «Тёмные дары». Но дело в том, что я эту книгу прочитала уже в электронке, и она мне не понравилась. Вообще не понравилась. То есть совсем-совсем от слова никак. Это Янка Далт. Я знала, что это Янка Далт, но дело в том, что в прошлом году у азбуки выходил «Дым». Дэн Вилетта, вот как-то так, по-моему, автор звучит. Тебе понравилось. И вот «Дым» мне очень понравился. Там тоже была только первая книга, это у нас тоже книга один. Я думала, это будет похоже. Я могу сказать, что да, частично атмосфера очень похожа на «Дым». Но что-то не то. Что-то не то с героями. Они все какие-то слишком... Господи, я даже не знаю, как сказать. Не то чтобы пафосные, они все какие-то глуповатые. Я достала уже следующую книжку, успела ее полистать. Моя. Я очень ее захотела после того, как прочитала аннотацию. Как раз, когда я выбирала, на какие книги мне на нонфикшене обратить внимание. Это «Бог. История человечества». Я почему-то думала, что она будет гораздо больше, но в ней всего лишь 300 страниц. И более того, здесь есть различные иллюстрации. Вон, подобный нонфикшен, как минимум, должен быть занятным. Так, и давайте я, наверное, просто вот увидела. Это еще одна книжка, которую просила я. Я ее просила изначально по довольно-таки, скажем так, девчачьей причине. Мне ужасно понравилась обложка. Это молодая Софи Лорен. Но это про Рим. Просто Рим. Образы Италии 21 века. Аркадий Ипполитов. Эту же книжку или брала, или покупала Маша, я уже не помню. И она мне уже заранее сказала, что здесь очень много фотографий. И нет, тут не только будет Софи Лорен. Все-таки дело-то, я же понимаю, что дело не в Софи Лорен. Софи Лорен тут скорее для привлечения внимания. Вот поэтому мне и привлечу. Катя попалась на внимание. Да, но Софи Лорен совершенно потрясающая женщина. Согласна. Которая достойно станет. Света, тебе книжечка. Ура, мне книжечка. Это Эдвард Резерфорд Королевский лес. Ну, вы все помните. Одна книга мне у него очень понравилась, вторая очень не понравилась. Понравился Париж, не понравился Нью-Йорк. Дублин. Первая часть. Не знаю, меня к Резерфорду пока все еще тянет. Главное начать его читать дальше. У меня на него все время не хватает времени. Англия, наверное, действие будет конкретно сосредоточено именно в этом королевском лесу. Здесь осталось. Вот я не вижу. А где же, где же это? Где же семейное древо? О, карта есть леса. Вот оно. Ого. Чуть-чуть не это не пропустила. Ну да, у него всегда, знаете, такие вот масштабные семьи. Богатые, да, богатые семьи. Ну, потому что там несколько поколений. В коробочке осталось три книжки и все они для Света. Господи. Света, как ты объяснишь наличие вот этого? Ну, как я могу объяснить? Очень часто, когда я пишу, например, список для азбуки, я забываю, что я попросила. И терпения не хватает. Да, потом, когда книга выходит, у меня очень часто такие ситуации бывают. Я ее как бы покупаю, и у меня она имеется в наличии в двух экземплярах. Я думаю, что эта книга не пропадет, так как роман мне очень сильно понравился, то эту книгу я, естественно, разыграю, и она достанется кому-нибудь из подписчиков. Я не буду жаденой. Да, Дин Кунс, да. Дательство азбука умеет привлекать внимание к своим книгам и умеет издавать их так, что даже если у вас с автором отношения, да, то ухаб, то я... Скажем так, все равно их издание вот прям тянется, и вот я как вижу вот эту черную обложку минималистичную, да, здесь вот такая маленькая картиночка на что-то намекающая, так все, мне сразу тянутся руки, я хочу читать Дина Кунса. И вот я, кстати, думаю про то, что Тихий уголок может Катю заинтересовать. Тема самоубийств тебя интересует, я знаю, что интересует. А что, как ты иногда ругаешь Дина Кунса, я не знаю, может он меня заинтересовать. Нет, понимаете, я же его ругаю, наверное, потому что есть романы, которые мне очень-очень нравятся. Я знаю, что у Дина Кунса огромная работоспособность, огромный потенциал в его романах, в любом его романе. Но из-за вот такой, наверное, спешки, вот я бы хотела ему вот так вот сказать, Дин Кунс, пожалуйста. Пальчиком ему, да? Не надо так тарапиться. Он говорит, я не могу остановиться, прости. Доводите свои романы дома, посмотрите на Стивена Кинга. Он пишет гораздо меньше, чем вы, но у него выходят произведения гораздо более качественные. Вот, в общем, Дин Кунс. Я распечатала уже последнюю книжку, и, наверное, я тоже в начале января эту книжку, Света, заберу. Ура! Это третья часть. Про Марку Саисандру. Которая прям вот, каждая книга заканчивается так вот, первая и вторая, во всяком случае, да, не будем говорить, каждая. Что прям вы не положь следующий роман. А я бы даже сказала, что вот для меня, для меня сейчас Доната Каризи, это, в принципе, лучший современный мастер-детектива. Коробочка пустая. Мы обе сидим просто обставленные коробками, пакетами. Надеемся, что вам было интересно вместе с нами распаковывать эти прекрасные посылочки. Полюбоваться на наши последние книжные покупки этого года. Вернее, даже не книжные покупки этого года. Последнее видео о книжных покупках этого года. И очень жаль, что «Читай, город» пришел позже, чем выйдет это видео. Мы не можем, не можем до последнего. Я уже не могла, понимаете, эти коробки и конвертики, они давили на меня, мне надо было влезть. К тому же, буквально завтра придет Олис, и мне придет еще одна книжечка, которая, возможно, вызовет у кого-то волну негодования, а кто-то, может быть, обвинит меня в дурно-вкусе. Но я очень жду эту книжку, да. Я задолбала даже Светку с этой книгой. Да, я знаю, о чем речь. И да, ребята, это было неожидаемо, непредсказуемо. Но не для Света. Для вас, наверное, будет, для Светы нет. Я-то про нее все знаю, господи, все притворяется. Притворяется и притворяемся, как они позже. Ладно, ребята, уже 8 вечера, мы устали, и мне надо разобрать вот эти завалы. Да, давайте на этом заканчивать. Обязательно делитесь, что вас заинтересовало, что вы себе покупали. Есть ли у вас еще заказики, которые только придут вам к Новому году. Ладно, на этом мы заканчиваем. Всем спасибо за внимание, всем пока. Утики, не мерзнем.